Девушки отдыхают Во время вечернего представления гастрольного цирка в четверг 9 июля сбежал тигр. Об этом сообщили очевидцы. Инцидент стал предметом бурного обсуждения и в социальных сетях. Что произошло на самом деле в эксклюзиве с места событий? Раз, два, три, четыре, пять. Вышел тигр погулять. Запереть его забыли. Он по улицам идет, никому не пристает. Но от тигра почему-то разбегается народ. Такими строками из детского стихотворения Эдуарда Успенского можно описать ЧП с дрессированным хищником, которое случилось в минувший четверг. В цирке Шапито около стадиона ЦСКА после выполнения очередного номера. Под аплодисменты восхищенных зрителей дрессировщики выводили с арены группу тигров. Однако из-за кулис послышались крики, шум, грохот и один полосатый хищник прорвался сквозь ограждение. Несколько зрителей запаниковали. Но благодаря быстрым действиям сотрудников цирка животное оперативно поймали. Никто из зрителей не пострадал. Плохата ситуация, которая не выходит из-под контроля. В данном случае все было под контролем. Тигр на самом деле на мгновение покинул свою клетку, не покидая технические зоны именно цирка, именно технические зоны закулисья. Ни зрительный зал, ни зрители... То есть, когда говорят, что он вышел в зрительный зал, там, еще гулял, там, мимо кого-то прошел, того же не было ничего. То есть, буквально это там длилось, там, может быть, минуты-две. Больше паники, чем все. Да, ситуация не стандартная, ситуация из-под контроля не выходила. И опасностей для зрителей никаких не было. Подсадавших нет ни среди работников цирка, ни среди зрителей. У нас приезжали вчера милиция, считали тигров по головам. Все на месте, все животные сыты, на месте отдыхают. Ждут представления в субботу и воскресенье. Специальная комиссия занимается выяснением всех обстоятельств ЧП на Псковском аэродроме. Там совершил вынужденную жесткую посадку частный легкомоторный самолет. К счастью, трагедии удалось избежать. Всего 500 метров от взлетной полосы и еще меньше дооживленной автотрассы Санкт-Петербург-Невель. Где-то посередине в болотистой лесополосе и произошло ЧП. Легкий моторный самолет «Кадияк-100» спустя две минуты после взлета совершил жесткую посадку. Место происшествия нашли не сразу. Подойти к самолету оказалось непросто из-за густых кустов и топкой земли. Прибывшие к месту происшествия пожарные тянули шланги прямо с трассы через болото. Однако пожар тушить не пришлось. В самолете, к счастью, не воспламенилось топливо и пожара не произошло. Но механические повреждения воздушные судна получила довольно серьезные. Часть шасси так и осталась лежать в трясине. Самолет зацепил не только кроны деревьев, но и перепахал несколько метров земли. Из-за чего повреждения получили крылья, фюзеляж и двигатель. В то же время кабина пилота почти не пострадала. На борту находились пилоты-пассажир. Двое мужчин 80-го и 78-го года рождения. Какие-либо повреждения они не получили. На место прибыли сотрудники скорой помощи. Пострадавших осмотрели. От госпитализации они отказались. Впрочем, сам пилот самолета и его пассажир о том, что произошло в небе, рассказали, но только прибывшим на место следователям. Пока эта информация не разглашается. Пролить свет на причину аварии удастся только после всех экспертиз. На снимках четко виден бортовой номер воздушного судна. Согласно ему, машина построена в 2013 году. Двигатель произведен в Канаде. А в 2014-м самолет был зарегистрирован в американском городе Форт Лодердейл в штате Флорида. Авиационные сайты США сообщают о совершении этим самолетом внутренних рейсов. А недавно появилась информация о продаже самолета. Борт принадлежит рязанскому обществу с ограниченной ответственностью «Апельсин». Он до сих пор не поднят из болота. В данный момент продолжаются работы по извлечению самолета. По данным Следственного комитета России, воздушное судно летело в Рязань под чужим бортовым номером. Могу пояснить о том, что каждое авиационное судно подлежит регистрации с присвоением его номера. Регистрация производится органами Росавиации. Там проверка проводится следственным отделом на транспорт, следственного комитета Российской операции, которые уже сделают свои выводы и, соответственно, примут решение по имевшемуся происшествию. К другим новостям. О проблеме ветерана Великой Отечественной войны Анны Яковлевны Клеевой с журналистом сообщили работники местной почты. В доме 92-летней женщины нет удобств. Туалет на улице, ванной нет, помыть посуду негде. Перед днем Победы в ответ на публикацию в СМИ местные власти занялись вопросом благоустройства жилища ветерана. Раскопали яму под канализацию и так и оставили, сославшись на нехватку рабочей силы. Подробнее в следующем видеосюжете. Яма зияла перед домом ветерана больше месяца, пока все те же сотрудники почты не забили тревогу. Подойти к дому даже молодым и здоровым людям было непросто. Яму закопали буквально перед приездом нашей съемочной группы, отложив работы на неопределенный срок. Пообещали сделать канализацию и раскопали яму. На этом все остановилось. Ну, так, прошло неделя. Он был тут, у него же сзади дом. Он меня увидал и говорит, если не будет дождя, то в воскресенье мы приедем. И вот этих воскресенье прошло штук пять-шесть сколько. Потом почтальон звонил им, мол, вы хоть закопайте, потому что мне даже пенсию негде пройти. Что ж тут собаки, тут это. Ну, потом вот, говорите, сломан эскаватор. Анна Яковлевна попала на фронт в 42-м. 19-летняя девушка окончила медицинское училище и всю войну перевязывала бойцов, оказывая первую помощь раненым на передовой. В годы войны она получила орден Красной Звезды. В наградном листе читаем. В боях за город Дмитров-Орловский с 8 по 12 августа 1943-го товарищ Лягина проявила исключительное мужество и отвагу. Работая фельдшером на полковом медпункте, оказала медпомощь 187 бойцам и командирам. Благодаря безупречной ее работе была спасена жизнь многих бойцов и командиров. Спустя год Анна Яковлевна получила медаль за боевые заслуги. Ну, видишь, это поле шире, как такая она, в общем, километр ширины. Вот такая. Ну, как его там, сажали, и они стреляли, и всех, все топли все. И вот какая-то одна сутки как-то, ну, не погибла. И оттуда уже началось наступление. Вопрос, будет ли в доме ветерана канализация, остается открытым. За комментарием по этому поводу мы обратились к главе заборьевского сельского поселения Виктору Сидорову. Когда для меня дошла информация, что Елшин на протяжении трех лет обращался в Рязанскую администрацию Рязанского района за помощью, ничего от них не дождался. Я взял на себя обязательство сделать канализацию. Я все объяснил по-человечески и на русском языке, что я сейчас привезу кольца, выкопаю яму, установлю их. Затем приобрету крышку, трубы, прокопаем траншею и уложим. Я приобрел трубы, пока крышку не пробил. А где-то, наверное, на вторник мы планируем прокопать траншею и скопать трубы. На этой неделе губернатор Олег Ковалев вручал почетные знаки Рязанской области за усердие медицинским работникам. Среди награжденных и хирург из 11-й городской больницы Алла Левушкина. Ей 88 лет. Врача называют старейшим оперирующим хирургом страны. Накануне губернатор вручал ей почетный знак за усердие. Зал приветствовал Аллу Ильиничну стоя, а она скромно отшучивалась. Во-первых, я свои заслуги очень мало ценю, потому что в основном это за счет моего возраста. Доживите до моего возраста, у вас может быть заслуг больше, чем у меня. Вот, единственное, что я вам могу сказать. Отпраздновать награждение, правда, не удалось. Уже вечером вызвали на работу. Срочная операция. У пациента открылось кровотечение. Домой вернулось только в 11-м часу вечера. Мой пенсию никогда никому не отказывается. Год назад Алла Левушкина получила самую престижную премию страны в области медицины. Призвание. За верность профессии. Алла Ильинична сейчас старейший в России оперирующий хирург. Ей 88. Операционная активность в этом году 98%. Смертность ноль. Многие молодые хирурги могут ей позавидовать. Так, на перевязку, он спит уже, потихонечку. Что? Потихонечку вставай. Что, опять голова болит? Утром она консультирует пациента в поликлинике, а к 11-ти спешит в больницу на операции. Оперирует 4 дня в неделю. Человек работает, работает как пёс. В медицину она пришла в Победном 45-м. Училась у знаменитого профессора Бориса Петровского, будущего министра во втором московском мединституте. Сейчас врач вспоминает. В школе мечтала учиться на геолога. Но потом сама не заметила, влюбилась в медицину. И до сих пор, спустя столько лет, каждый раз с интересом заходит в операционную. Так Алла Лёвушкина стала хирургом. По распределению уехала в Туву. На лошадях объезжала посёлки и лечила больных. Надо наложить сразу стону. Мы вывели кишку, тут же спустили всё содержимое. Кишки опали, мы их заснули в живот, стону подшили. То есть вы не растерялись? Нет, конечно. Вот. И это самое. И лошадку положили в больницу, в отделение. Он был доволен. Только когда из него потекло, у него все. Он кричал, ахоля, ахала, пахнет плохо. Я помню, побежала домой, принесла ему духи манон, чтобы ему хорошо пахло. И потом она работала в Рязани. Хирургом областной больницы и врачом санитарной авиации. 30 лет делала операции в труднодоступных уголках области. Приехали там самосред. Дом из развороченной, сердце прямо наружу. А спасли? Спасли. В 1977 году она первой в городе прошла специализацию по проктологии. И возглавила профильное отделение в областной больнице. Ну, как-то я никто не занимался. Не было его. Ее вообще не было. Не вообще, не в салюзе не было. С тех пор прошло уже 38 лет, как она работает врачом-проктологом. 63 года в хирургии. Какая сама она. Нежная, добрая, мягкая. Также она общается со своими больными. Ну, что там говорить, если ее жизненная кредо – это покормить птичек, приютить бездомных кошек, накормить бездомных собак. Это просто ее жизненная позиция. И к людям она также относится с большим трепетом и любовью. Сама Алла Ильинична говорит, что женилась на медицине. Такая жизнь – преданная врачебному долгу и профессии. К экономическим новостям. Закон о патентной системе налогообложения в регионе был подписан губернатором еще в ноябре 2012 года. Насколько патентная система налогообложения в нынешних условиях предпринимателям выгодно, обсудили на пресс-конференции в Управлении Федеральной налоговой службы Бризанской области. Региональным законом оговорены 47 видов деятельности, по которым возможен переход на патентную систему. Это пошив изделия, ремонт обуви, парикмахерские услуги и многое другое. Для перехода нужно сделать всего три шага. Зарегистрироваться в качестве ИП, подать заявление о выдаче патента, оплатить небольшой налог. С размера потенциально возможного дохода и платить налоги в объеме всего 6%. Такая ставка является одной из самых низких в российской налоговой системе. Возьмем квартиру площадью 70 квадратных метров, расположенной на территории города Рязани. Налог с потенциально рассчитанной причиной дохода, взимаемый при применении патентной системы налогообложения, здесь оставит в год 8400 рублей. Всего лишь. Кроме низкой налоговой ставки, предприниматель с патентом получает и дополнительные преимущества. Переход на патентную систему налогообложения освобождает от уплаты налога на имущество, полностью заменяет НДФЛ и НДС, за исключением специально оговоренных законом случаев. Также на этой встрече было подписано соглашение о взаимодействии между руководителем УФНС Рязанской области Вячеславом Морозовым и уполномоченным по защите прав предпринимателей региона Егором Бурцевым. Ну, это, собственно говоря, наш стакт взаимодействия с полномочным правом предпринимателей Рязанского области. Здравия вам! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Взаимополезное. Вы будете направлены на пользу предпринимателей. Стороны договорились о проведении совместных мероприятий в совещании обмене информации. В Рязанском регионе разрастается опасный сорняк-борщевик. В соке борщевика, как говорят биологи, содержатся вещества, которые, попадая на кожу человека, могут вызвать настоящий химический ожог. Особая опасность заключается в том, что в первое время прикосновение к растению не вызывает неприятных ощущений. На этой неделе на борьбу с борщевиком призвал районных чиновников и губернатор Олег Ковалев. Летняя пора для большинства жителей нашей страны ассоциируется с отдыхом. Многие спасаются от жары, как правило, за городом. Однако высокая температура и горячие лучи солнца – далеко не единственная опасность, подстерегающая отдыхающих. Большинство горожан знают или хотя бы слышали про борщевик. Это растение по праву считается опасным. Растение достаточно мощное. Вырастает в высоту от 2,5 до 3 метров. Чем оно опасно? Прежде всего, содержит такие вещества, как фуранокомарины, которые обладают фотосенсибилизирующим эффектом, вызывающих чувствительность к ультрафиолету. И на солнце у людей проявляются достаточно сильные ожоги. Считается, что в нашу страну борщевик был привезен с Кавказа, как силосное растение. Однако в нашем животноводстве как-то не прижился. И про него практически забыли. Постепенно плантации борщевика стали дичать. Из полезного растения он превратился чуть ли не в главного вредителя полей и огородов. Сейчас дикорастущий борщевик в Рязанской области можно встретить на обочных дорогах. Губернатор Олег Ковалев поручил правительству региона очистить посевы от этой летней напасти. В последнее время наступило лето. Борщевик расцвел. Как бы всем своим активно разрастается. И вдоль дорог, и в ряде населенных пунктов. Мы с вами в прошлом году принимали меры. И они неплохо работали. Если сейчас не принять мир, то мы зарастем этим борщевиком. И будет, конечно, область выглядеть очень нездорово. Борщевик опасен для всех людей. И прежде всего для детей. Ну а если вас все-таки ущипнул борщевик, то следуйте советам специалистов. Промойте участок кожи и не допускайте воздействия ультрафиолетовых лучей. Визит недели. В четверг Рязань посетила замминистра строительства ЖКХ России Наталья Антипина. Цель визита чиновника – обсудить работу по снижению числа административных барьеров для рязанских строительных организаций, чтобы упростить процесс получения необходимых документов для возведения новых зданий. В региональном правительстве прошло расширенное совещание, посвященное совершенствованию процедур при получении разрешения на строительство. В нем приняли участие заместитель министра строительства ЖКХ Российской Федерации Наталья Антипина, заместитель председателя правительства ШУКАТ Ахметов, а также региональные министры, представители администрации муниципальных образований, строительных и девелоперских компаний, ресурсоснабжающих организаций и профильных общественных объединений. Участники совещания обсудили, как снизить административные барьеры и упростить процедуру получения разрешительных документов застройщикам на рязанском рынке строительства жилья. В ходе совещания его участники вносили свои предложения о том, как улучшить взаимодействие строительных организаций с органами власти всех уровней. Минстрой России уделяет особое внимание вопросу снижения барьеров, и мы осуществляем комплексную работу по устранению барьеров, направленную в первую очередь на сокращение количества процедур, сроков прохождения. И в целях снижения административных барьеров мы уже проделали определенный путь, он пока небольшой, но тем не менее уже результаты есть. И первые результаты – это, конечно, мы провели полную ревизию процедур, которые, прохождение которых требуется для строительства. И результатом стало принятие в 2014 году федерального закона 80 ФЗ, которым было правительство наделено полномочиями по утверждению исчерпывающих перечней процедур в сферах строительства. И ключевая задача – учите муниципальных служащих. Я понимаю, что законодательство меняется очень часто, но муниципальные служащие должны быть ориентированы в том законодательстве, которое на сегодняшний день есть. По словам замминистра ЖКХ, одним из основных принципов перехода к инновационному социально ориентированному развитию государства в отношениях с субъектами предпринимательской деятельности является снижение административного барьера в экономике. Строительная сфера не является исключением в наличии большого количества таковых, и от них необходимо избавляться. Шаукат Ахметов заверил, что эта работа в Рязанской области будет проводиться на всех уровнях власти. Принцип одного окна, по мнению зампреда правительства, позволит упростить систему предоставления разрешительных процедур. И работа по переводу таких услуг в МФЦ уже идет. На этой неделе, 8 июля, жители Рязанской области отмечали День семьи, любви и верности. Впервые праздник провели в 2008 году, а появился он благодаря двум православным святым Петру и его жене Вивроне Муромским, которые жили еще в XIII веке. Эту семейную пару христиане почитают за покровителей семьи и брака. По преданию, их любовь была настолько сильной, что они умерли в один день. Основные массовые народные гуляния прошли в деревне Ласково, где, по преданию, они и жили. 8 июля в деревне Ласково прошли ставшие уже традиционными торжества, посвященные празднованию Всероссийского дня семьи, любви и верности. Молебен и театрализованное представление открыли праздник. Но основным событием, которое привлекло внимание зрителей, стало брагосочетание двух пар. Прямо на сцене, перед огромным количеством гостей, молодоженов расписали работники ЗАГСа, а потом поздравили чиновники и священнослужители. Сергей и Евгения Крыловы рассказали, что встретились год назад на свадьбе друзей. Мы давно мечтали пожениться именно в этот день. Для нас это счастливая дата. Святые Петры и Февронии для всех являются образцом семейного счастья, любви и верности. И мы хотим пожелать всем одиноким сердцам встретить свою настоящую любовь, обрести семейное счастье, создать крепкую и надежную семью и жить долго и счастливо. После церемонии бракосочетания на сцене чествовали супружеские пары, которые прожили в любви и согласии много лет и уже отметили золотой или серебряный юбилей совместной жизни. Например, Юрий и Светлана Новиковы из деревни Редкино-Рязанского района 2 августа этого года отпразднуют 30-летие своего брака. Золотую не за горами, я так думаю, а следующий 30 лет мы тоже тут же отметим. Еще через 30 лет? Через 30 лет, да, на этом же месте. Встречаемся, потом в коллективе. Всем супружеским парам вручали букеты из ромашек, ведь именно ромашку считают символом российского Дня Семьи, Любви и Верности. В продолжение торжеств гости праздника подходили к символу деревни Ласково – Ореховому кусту. По легенде, Феврония молилась о любви именно у орешника, и теперь сложилась традиция завязывать на Ореховом кусте на родине княгини ленточку. На счастье и удачу. И еще о праздниках. Правда, уже международных. 11 июля – Всемирный день шоколада. Раньше шоколад применяли и в медицинских целях. Считалось, что он положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Однако сейчас шоколад – это прежде всего вкусное лакомство, доступное практически всем жителям планеты. Чудеса случаются не только в новогоднюю ночь. Жаркие и летние праздники тоже могут быть волшебными. Говорят, что есть в году такой день, когда можно съесть море шоколада и при этом не набрать лишних калорий. Что это за праздник? Речь идет о сладком-пресладком и вкусном-привкусном празднике – Всемирном дне шоколада. Отмечается он ежегодно 11 июля, в самый разгар жаркого лета. День шоколада – праздник совсем молодой. Появился он только в 1995 году. Придумали его французы – большие любители шоколада. Идея пришлась по душе сладкоежкам и за пределами Франции. В итоге сегодня Всемирный день шоколада празднуется во многих странах мира, в том числе и в России. Чем же шоколад заслужил такого повышенного внимания? Да хотя бы тем, что он является одним из самых древних лакомств. Человек научился варить шоколад несколько тысячелетий назад. Это было не привычное для нас твердое кондитерское изделие, а густоватый напиток. Уже в 17 веке в Европе начали открывать кафе, в которых подавали шоколадный напиток. Однако это было дорогое удовольствие для богатых и знатных. В 19 веке шоколад обрел твердую форму, но по-прежнему был доступен далеко не всем сладкоежкам. И только в прошлом столетии, когда было налажено промышленное производство шоколада, это древнее лакомство смог попробовать каждый. Шоколад по-прежнему пользуется огромным спросом. Его называют сладким наркотиком, ведь доказано, что он может вызывать привыкание. Но это не такая уж опасная зависимость, ведь шоколад действительно полезен. Он содержит антиоксиданты, замедляющие процесс старения. Кроме того, шоколад способствует выработке в организме эндорфинов, гормонов счастья. Доказано также, что шоколад может ослаблять болевые ощущения. Но нельзя забывать, что во всем надо знать миру. Шоколаду был даже поставлен памятник. Он был открыт в июле 2009 года в Покрове Владимирской области. Испанцы привезли шоколад в Европу, французы удостоили его собственного праздника, россияне поставили ему памятник. А любителей шоколада можно найти в любой стране мира. Вот такое интернациональное единство. Со Всемирным Днем Шоколада можно и нужно поздравлять друзей кондитеров, художников, работающих над обертками шоколадных конфет, родственников сладкоежек и всех знакомых шоколадоманов. В конце концов, это отличный повод устроить вкусную вечеринку или детский праздник. Всемирный День Шоколада – отличный повод для массовых праздников. Обычно их устраивают кондитерские фабрики и крупные супермаркеты. Так что дарите друг другу шоколад, радуйтесь сами и радуйте своих близких. Это все, что мы хотели вам рассказать. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Хороших вам выходных. До свидания. Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40-20-40. 40-20-40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова